Спасибо. Коллеги, добрый день. Сегодня поговорим с вами по теме цифровые инструменты и сервисы профессиональной деятельности педагога. Прошу прощения за отпечатку, я потом исправлю. И, в общем, я работаю в Уфимском университете науки и технологий. Это бывший государственный университет, который трансформировался в прошлом году в огромный ВУЗ. Я сейчас занимаюсь IT-технологиями, именно применением их в учебном процессе, являюсь методистом, разработчиком онлайн-курсов в области педагогики IT. И год назад я выступал с подобной темой, но сегодня мы сделали такой апгрейд, посмотрели, что у нас изменилось за год, какие сервисы новые добавились. И в том числе посмотрим отечественные сервисы, которые являются аналогами зарубежных сервисов, которые мы использовали. Итак, начинаем. Построим работу следующим образом. Рассмотрим три вопроса. Первый вопрос – это обзор открытых отечественных электронных образовательных ресурсов и образовательных платформ для применения в учебном процессе. Второй вопрос – отечественные и зарубежные цифровые сервисы инструменты для организации учебного взаимодействия. И третий вопрос – это платформы и курсы. МООК – массовые онлайн-курсы, которые можно использовать для самообразования. То есть, ну, как бы расти, развиваться и так далее. Причем массово открытый онлайн-курс – это означает, что бесплатно. Какие платформы есть, какими пользуемся мы, ну, соответственно, это уже будет завершение нашего вебинара. Итак, начнем с такой терминологии. Мы рассмотрим сегодня репозитории, платформы и каталоги. Репозитория – это хранилище электронных образовательных ресурсов. Каталоги – это систематизированный перечень распределенных электронных образовательных ресурсов со ссылками на их источники. То есть, в каталогах идет некая систематизация. В этом плане, то есть, там прощен доступ, там можно по алфавиту, там, соответственно, искать по каким-то определенным тематикам и так далее. Но платформы – это ресурсы, которые содержат не только образовательный, цифровой образовательный контент, но и предоставляют возможность ведения занятий. То есть, проводить видео-встречи, обмен данными, содержать какие-то мессенджеры, инструменты для интерактивного взаимодействия, например, виртуальную интерактивную доску и так далее. Какие бывают ЦОРы, цифровые образовательные ресурсы? Они бывают в основном трех типов. Это текстографические, вот то, что я вам представляю, обычные презентации, тексты, рисунки и так далее. Гипертексты – это формат электронных учебников, где можно переходить по соответствующим ссылкам. И мультимедийные электронно-образовательные ресурсы, которые можно проигрывать на уроках, используя средства мультимедиа. Начнем с репозиторий. Самый известный репозиторий, давно уже, как говорится, развивается, где-то с 2006 года, и сейчас он тоже в доступе. Называется «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» по адресу schoolcollection.edu.ru Здесь открыт доступ для всех зарегистрировавшихся пользователей. «Лишны вопросы авторского права», вы можете эти ресурсы использовать свободно на своих занятиях. И, соответственно, данные ресурсы разработаны в соответствии с программой школьных предметов и в ГОС. Вот так выглядит скриншот данного сайта. Здесь можно по классам, 1, 2, 4, 5, 10 и так далее, выбрать соответствующий предмет и, соответственно, посмотреть те учебные материалы, которые здесь предлагаются. Здесь готовые конспекты уроков, всевозможные математические разработки, кандидаты математических планирований и так далее. То есть все, что нужно для работы. Что еще здесь можно отметить, это наличие педагогической мастерской, мастер-классы, методические материалы для преподавателей, которые используют цифровые образовательные ресурсы в учебном процессе и модули для коллективной работы в электронном обучении. Также здесь есть электронные оцифрованные издания. Например, энциклопедия «Кургосвет», журнал «Квант», «Наука и жизнь», «Химия и жизнь» и «Школьная библиотека». Любой журнал, например, даже 1956 года, можно зайти, выбрать соответствующий номер и найти соответствующий материал или что-то подобрать. Ну, известна такая фраза, что все новое – это хорошо забытое старое. Ну, у нас в свое время была мощная советская педагогическая школа и вот научная школа. Здесь можно очень много чего из этих журналов подчеркнуть для внеклассной работы, соответственно, и для подготовки к занятиям. Очень удобный сервис, можно пользоваться, и все это, самое главное, бесплатно. Далее. Был еще один сервис – fcr.edu.ru. Федеральный центр образовательных ресурсов, но в данный момент он сейчас недоступен, он не работает. Таким причинам пока, в общем, неизвестно, но вот он закрылся. И был такой сервис, как window.edu.ru, то есть огромный такой агрегатор, который собирал всю информацию со всех образовательных учреждений, библиотек и так далее, тоже не работает на данный момент. Вот то, что изменилось, ну, наверное, скажем так, не в лучшую сторону в плане доступности по ресурсам. Но зато, значит, активно работает РЭШ – Российская электронная школа. Здесь представлены интерактивные уроки полного цикла школьного образования, разработан на основе авторских программ по учебникам. И, как правило, эти ресурсы, которые здесь размещены, они прошли успешные экспертизы всевозможные и соответствуют ЭВГОС. И соответствуют основной образовательной программе школы. Вот здесь РЭШ – это как мы говорим про репозиторию, хотя чуть позже я скажу, что РЭШ – это еще и платформа для проведения занятий. Яндекс.Учебник. Здесь в основном есть еще Яндекс.Школа и Яндекс.Учебник. Яндекс.Школа – это первые, четвертые классы. Первые, пятые классы, прошу прощения. Здесь в Яндекс.Учебнике материалы по соответствующим предметам с первого по восьмого класса по некоторым предметам. И здесь можно создать свой класс, добавить, удалить соответствующий предмет, пригласить учителя, добавить сюда учеников, создать занятия. Здесь есть интерактивная доска. То есть можно работать, то есть некое такое пространство для занятий. Ну, соответственно, конечно же, Яндекс.Школа тоже об этом не забывайте. Тоже посмотрите этот ресурс, если кто-то впервые слышит об этом. То есть, в принципе, тоже можно использовать. Следующий МЭШ – это Московская электронная школа. Тоже широкий набор электронных учебников, тестов, интерактивный сценарий уроков. Тоже интересно. Пожалуйста, посмотрите. Так, Елена Потапова спрашивает. А для воспитателя есть ресурсы? Да, есть. Чуть позже, вот после школы, я расскажу про ресурсы для детей дошкольного возраста и, соответственно, для воспитателя. Дальше. Какие платформы для реализации дистанционного обучения с разработанным контентом есть? Ну, опять-таки, РЭШ – Российская электронная школа, о которой я говорил. Дальше. УЧИ.ру – платформа. Но, чтобы до нее попасть, необходимо зарегистрироваться на платформе Иннополиса. ЦОК, так называемый, цифровой образовательный контент. И, значит, здесь тоже очень много есть интерактивных курсов по предметам. Подготовка к проверочным работам, проверка знаний, тематические вебинары для учителей, родителей и так далее. То есть очень интересная платформа УЧИ.ру. Вот у нас в республике Башкортостан, я нахожусь в городе Уфа, у нас активные учителя эту платформу применяют. Дальше. Фоксфорд. Фоксфорд – это известная такая компания, которая является дочкой металлогии, занимается подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ и так далее. Очень много учеников учатся, проходит подготовку на всевозможные занятия. И у них есть открытые ресурсы. Я, например, пользуюсь информатикой. То есть я, как действующий реквизор по информатике, беру оттуда какие-то материалы, советую своим ученикам и так далее. Очень хорошо разработанные, качественные материалы. Ну, вот здесь вот, кстати, представлены предметы, в которых задается ЕГЭ. И, соответственно, по соответствующим темам эти материалы в текстографическом варианте, с определениями, текстовыми иллюстрациями и так далее. Представлены. Дальше. Еще одна из таких платформ новой школы – это Сберкласс. Сберкласс.ру. Тоже здесь есть интересный контент. Можете посмотреть. Платформа «Мои достижения». Мои достижения. В основном, платформа предназначена для того, чтобы проводить проверку знаний учащихся. Данной платформе 4 года. Буквально вчера я заходил, эту платформу смотрел. И здесь также можно представлены кимны, контроль измерительного материала по ЕГЭ и ОГЭ для подготовки и проверки соответствующих знаний. Следующий момент – это урок цифры. Урок цифры – увлекательные курсы в формате тренажеров. Очень интересные есть моменты, которые можно использовать, вкраплять куда-то в свои уроки, да, материал, контент. Можно что-то дополнительное давать для изучения и так далее, для повышения интереса к предмету. Обратите на этот ресурс внимание. Платформа «Сириус онлайн». В общем-то, очень мощная платформа. Здесь есть какие-то дополнительные занятия. В основном, платформа ориентирована на одаренных детей. И, конечно же, на изучение дополнительных материалов для подготовки к Олимпиадам и к каким-то соответствующим предметным турнирам. Тоже интересно. У меня самый младший сын тоже здесь изучал Python. Я посмотрел курс. Ну, просто сделаем вообще классно все. Дальше. Е-класс. Ну, наверное, это известно. Значит, данная платформа уже всем. Очень много заданий. В триллионах измеряется количество заданий, как говорят авторы. Ну, конечно, посчитать это невозможно. Сервис проверяет работы учеников автоматически. И есть интеграция с электронными журналами. Ну, соответственно, здесь нужно так, чтобы, наверное, все-таки школа договорилась. Договорилась о том, чтобы можно было использовать. И, соответственно, вошла в перечень школ. И данный, в общем-то, Е-класс активно использовали. Используют. Я вот тоже путешествовал очень много по Ямал-Нецкому округу. На Ямал-Нецкому округе знаю, что применяют данную платформу активно. Разные есть отзывы. Было время, когда нельзя было добавлять задания. Потом появилась возможность добавления заданий со своими учителями и так далее. Как бы дифференциация заданий. То есть, ну, сервис развивается уже не первый год. Это, наверное, ну, точно старше пяти лет. И, соответственно, очень интерактивно тоже используется нашими учителями. Дальше. Есть еще один такой проект, называется «Про воспитание». Про воспитание от издательства просвещения. И здесь, в общем-то, проект для заместителей по воспитательной работе и для классных руководителей. Очень много всевозможных идей есть. А самое главное, есть календарь школьных событий, которые можно планировать и, соответственно, доводить до своих подопечных сведений о каких-то соответствующих мероприятиях и так далее. И о коллегах, ну, пусть и, как бы, налажить взаимодействие с коллегами. Больше посвящено именно воспитательной работе. Дальше. Очень много вопросов. Вот мы проводим курсы повышения квалификации для учителей различного характера. И вот спрашивают про функциональную грамотность. Вот есть такой портал. Опять-таки, от просвещения. Ссылка представлена на слайде. Портал посвящен функциональной грамотности банкового задания. И вот здесь как раз это цифровой сервис для формирования развития функциональной грамотности у учеников 5-9 класса. Так. Идем дальше. И здесь, в общем-то, пять компонентов функциональной грамотности. Это финансовая грамотность, естественно, научная грамотность, математическая грамотность, читательская грамотность и креативное мышление. Вот пять компонентов, где, значит, можно тоже использовать непосредственно в своей работе. Теперь каталоги. Ну, что новое появилось, это цифровообразовательный контент от Иннополиса. Educon.ru сайт. Каталог цифровообразовательного контента. Можете зарегистрироваться, посмотреть. Есть каталог курсов, лабинары и так далее. Кому подходит эта платформа? Педагогам, значит, представлен широкий выбор верифицированного контента. То есть не просто так, что выложили, а именно прошедшую экспертизу. Учебные материалы для организации самостоятельной работы, для занятий дома. Контент для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ну и, соответственно, развитие профессиональных цифровых компетенций. Иннополис один из лидеров по формированию цифровых компетенций. Они обучают вузы. Мы, кстати, входим в консорциум вузов по формированию цифровых компетенций. И как бы мы знаем, что это один из таких мощных, один из самых мощных вузов, который занимается именно цифровизацией. Занимается цифровизацией общества, экономики, то есть разрабатывает всевозможные теории и так далее. То есть, ну, в общем-то, крутой вуз в этом плане. Проводит курсы о повышении квалификации и учит студентов на таком хорошем уровне именно в плане формирования цифровых компетенций. Дальше. Ну, ученикам это интерактивное обучение по предметам, всевозможные курсы, интересный игровой формат занятий. Ну, родителям это прежде всего могут быть какие-то для себя найти курсы для самообразования и также могут отслеживать еще и прогресс ребенка на эти курсы. Дальше. Следующее, что необходимо отметить, что новое появилось, это электронные учебники в медиатеке. В проект издательства просвещения появилась такая вот электронная библиотека электронных учебников. media.pros.ru Это можете посмотреть и, соответственно, тоже попробовать там зарегистрироваться и воспользоваться данной электронной библиотекой. Дальше. Каталоги электронных ресурсов по предметным дисциплинам. Многие преподаватели, учителя спрашивают, а как быть... Вот я общую картину рассказал, да, как по предметам. Здесь вот есть ссылочка, вы можете ее скачать. Я сейчас запущу демонстрацию. Так, попробуем вроде бы работать, да. Вот скачайте такой файл. Здесь я специально сделал такую выборку по предметам. Например, ЦОРы. Это образовательные ресурсы, информатика, математика, физика, химия, биология, география, ОБЖ, русский язык, литература, иностранные языки, история, общество и право, искусство и музыка, ресурсы для начального обучения. Ну и тут вот дошкаленный круг, это для дошкольного образования, но это я чуть позже потом расскажу. Значит, берете ссылочку из презентации, скачиваете, доступ разрешен. Дальше. Что еще необходимо сказать? Необходимо сказать про сайт, так называемый постнаука, образовательный сайт современной фундаментальной науки ученых, созданный с целью «Популяризация научных знаний». С сравнительно недавним ресурс этот появился, и здесь его также можно использовать для составления всевозможных викторин, задач повышенной сложности, олимпиад, для организации внеклассной работы и так далее. Дальше. Конечно же, библиотека видеоуроков. Интернетурок.ру. Давно уже, более десятка лет существует данный ресурс, развивается, очень много уроков, в который можно для себя посмотреть что-то, то есть как провести, как дать, то есть представленные мастер-классы от известных, скажем так, продвинутых учителей. И, соответственно, можно также что-то показывать на уроке, как, ну, какими-то фрагментами. И давать для самостоятельного изучения. Энциклопедии какие? Значит, ну, рубрикон, крупнейший энциклопедический портал России и мира, в основном используют педагоги, энциклопедия Кирилла Мефодия и Мегабукру, и энциклопедия Кругасвет.ру. Здесь вот эти вот все названия, они, как ссылки, активные, значит, потом из презентации можете перейти и, соответственно, посмотреть. Далее, наконец-то, электронно-образовательные ресурсы для дошкольного образования. Потому что я смотрю, в чате спрашивают, когда будет дошкольное образование. Вот сейчас дошли к дошкольному образованию. То есть тоже этот момент мы немножко посвятим. Вот 5-7 обзоров. Ну, один из таких ресурсов, который тоже новых, это дошкаленок.ру, зарегистрирован как средство массовой информации. Ну, в общем-то, один из таких официальных ресурсов. Здесь разные рубрики, значит, есть. Это занятия с детьми, консультации, сценарии мероприятий, работа с родителями, физическое развитие и так далее. Вот. Можете потом все посмотреть. Здесь все есть. Следующий неофициальный ресурс такой, это BabyNewsNet. Что здесь есть? Здесь есть всевозможные игры, флеш-игры для планшетов. Если у вас есть система, один ученик, один компьютер, для интерактивных досок. Если есть, если нет, то есть обычные просто раскраски, какие-то упражнения, всевозможные задачи, очень много детского аудио, то есть песенки всевозможные, плюсовки, минусовки и так далее. геофильмы, ну, в общем, огромный такой портал образовательного контента для дошкольного образования. Вот этот тоже, я люблю, ресурс, Zonara Info тоже своим домашним советом, использовать оригами своими руками. Очень хорошо развивает моторику детских рук. Собирать оригами, различные текстовые инструкции, видеоинструкции и так далее, на всевозможные уроки, занятия труда и так далее, аппликационные занятия, можно это все использовать. Вот сайт очень популярный. Следующий еще ресурс, это разыгрушки, сайты детей и их родителей, которые заботятся о гармоничном воспитании и развитии своих детей. Все, не буду перечитать, что здесь есть, больше всего мне не нравится детское аудио, качественные, хорошие минусовки, песенки и так далее, которые для музыкальных занятий. Ну и, соответственно, также есть возможные упражнения для рисования. Детский уч. Следующий ресурс, это обучалки, и развивалки для детей, их развитие, воспитание, обучение и творчество. Много всевозможных статей о детях, обучающие и развивающие программы для малышей и школьников. Все это можно скачать бесплатно. Развлекательный контент для ребенка, это и сказки, и книги, и аудиокниги, и песенки, караоке, и стихи и так далее. Все здесь есть. Вот так вот выглядит данный сайт, обучалки, развивалки для детей. Тоже, пожалуйста, заходите, смотрите, все в свободном доступе. Ну и еще один такой ресурс, это мульти-россия. То есть multi-russia.ru Ямал активно здесь присутствует, наверное, знает, выигрывали гранты. Я помню, когда-то ездил, коллектив, воспитатели, детей, родителей трудились над созданиями своих мультиков, придумывали свои сказки, переначивали там, что-то делали и так далее. И вот на этом ресурсе именно созданы мы фильмы вот этими вот такими самобытными авторскими коллективами. Тоже есть. То есть можно посмотреть, чем живет Россия, как создается мультипликация. Ну и, соответственно, конечно, для людей это интересно в разных трактовках какие-то сказки посмотреть, народные сказки и так далее. Теремок. Детский портал. Тоже здесь очень много всяких развивающих игр, образовательного контента, которые можно посмотреть. Тоже очень активно используется воспитателями. Почемучка. Детский портал. Ну, все то же самое и содержит. Не буду зачитывать, что есть в рубриках. Тоже посмотрите. Тоже довольно интересно. Клёпа.ру. Тоже популярный портал среди. Значит, детский портал. Здесь есть так называемые журналы выходят значит по номерам. Соответственно, да, то есть с интересными историями. Есть всевозможные конкурсы, значит, шутки, заклёпки так называемые, да, кинозалы, игротека, материалы для чтения, аудио, сказки, всевозможные и так далее. То есть 4+, начинает 4+, можно использовать. Ну, и для педагогов что? То есть те ресурсы, которые, для детей и для родителей. Ну, для педагогов тоже, а для педагогов еще есть отдельные, это всевозможные журналы, которые нужно использовать. вот есть журнал справочник старшего воспитателя. Вот здесь представлен тоже адрес. Есть электронная версия этого журнала, которые вот, эти электронные версии размещаются вот на этом портале. Дальше. Детский сад будущего по адресу galleryprojects.com Здесь, в общем-то, рассматривается опыт педагогов, педагогических коллективов в области дошкольного образования и набор готовых проектов по взаимодействию с детьми и их семьями, сотрудниками и различными партнерами дошкольных образовательных учреждений. Рассматривается как теория, рассматривается так и практика. Вот так выглядят эти журналы «Детский сад будущего». Дошкольник.ру новый журнал для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Собирается опыт дошкольных образовательных учреждений и какие-то методические рекомендации, разработки и так далее. Здесь представлена, а также представлена четкая структура дня ребенка в логике утро, день, вечер, ночь. То есть, ну, как бы, рассматриваться здоровье, ритмика, да, соответственно, и какие должны быть соответствующие мероприятия с воспитанниками. Ну, так вот выглядит дошкольник.ру. Можете посмотреть. И на этом все. Обзор ресурсов я завершаю. Теперь начну говорить про отечественные сервисы для организации учебного взаимодействия. До уже давно не употребляется в дошкольном образовательном организации. Хорошо. Спасибо за замечание. Буду так использовать. Так. Дальше. Отечественные сервисы для организации учебного взаимодействия. Ну, первое, что появилось, это ВК-мессенджер. У нас уже по нашему ведомству прошло сообщение о том, что мы запретно используем WhatsApp и запретно используем Telegram. То есть никакие коммуникативные взаимодействия с учащимися, размещения учебной информации, персональных данных, то есть фамилии, оценки и прочее, пересылка документов запрещена. Потому что WhatsApp это понятно, это зарубежная компания. Telegram 30% только данных находятся на наших серверах и соответствующие законы персональных данных 70% находятся непонятно где. Поэтому по закону персональных данных вся информация должна находиться на серверах, которые находятся в России. И вот рекомендован именно для использования взаимодействия с учащимися это ВК-мессенджер. То есть для создания родительских школьных чатов. То есть от WhatsApp и от Telegram надо постепенно уходить. ВК-мессенджер. То есть регистрируемся ВК-мессенджер. Но все дети сидят в ВК-мессенджер. ВК-мессенджер. В социальности они все там. Поэтому здесь проблем с регистрацией не будет. И в принципе остается только нам предлагал вам это сделать. В принципе, поставить. Если кто не зарегистрировался в ВКонтакте, зарегистрировался и, соответственно, скачать, установить данный мессенджер. То здесь можно совершать звонки без ограничений с аудио-видео, записывать голосовые сообщения, обмениваться данными и так далее. Дальше. Следующий момент. Есть еще платформа образовательная сфера. Здесь, в общем-то, информационно-коммуникационная платформа, которая предназначена для общения с учениками и коллегами, обмениваться с файлами, онлайн-звонками, хранить документы в облах. То есть облачное хранение документов здесь тоже разрешается. То есть можно загружать документы, предоставлять доступ своим коллегам и, соответственно, и родителям, и ученикам. И здесь у них в платформе сфером как раз интегрирован этот ВК-мессенджер, который, в принципе, можно зарегистрироваться на платформе сфером ВКонтакте, и вот этот ВК-мессенджер там внутри будет использоваться. Тоже сравнительно недавняя платформа, которая появилась, и ее начинают сейчас активно использовать. Дальше. Следующий отечественный сервис – это Эдуарда. Здесь можно создавать, если мы реализуем, например, в актирные дни, то есть когда, например, морозы, то есть особенно актуально для северных регионов, когда определенное количество дней не учится, или когда мы там на дистанте, вот в период пандемии, да, сейчас, слава богу, все нормально, но вот наконец-то появилась платформа для создания, запуска онлайн-курсов, то есть можно проводить занятия непосредственно этой платформе. Пять можно предметов ввести до 200 участников. Это все бесплатно. Поэтому эту платформу тоже можно использовать для каждого педагога для ведения занятий. Дальше. Следующее – это Тенчат. Ну, если кто-то скучает по Фейсбуку, который запрещен в России, LinkedIn и прочее, да, то есть вот есть аналог российский, это Тенчат, где, значит, такой российский аналог Фейсбука и LinkedIn, и где можно это все использовать. То есть, ну, как, в общем-то, для позиционирования себя, там, самопрезентация, соответственно, общение и так далее. Дальше. Еще одна платформа на замену YouTube, TikTok, Twitter и Instagram. Это Ярус. Отечественное приложение, которое запустили в 2021 году, и там тоже можно размещать соответствующий образовательный контент, который вы записали, например, провели урок, записали и, например, там разместили. Ну, конечно, про платформу ВК я еще забыл сказать. То есть ВК-клипы там еще есть, чуть позже до этого дойду. То есть тоже. Вот Ярус – это одна из таких, в общем-то, отечественных платформ на замену вот этим перечисленным сервисам. Дальше. Российский аналог WhatsApp. Называется Там-Там. Можете скачать, попробовать. Мессенджер набирает обороты только-только. Он недавно появился. По крайней мере, ну, проблем с данными никакими не будет. То есть, в общем-то, все находится на российских серверах. Ну, конечно же, ВК-звонки. То есть, можно ВКонтакте создавать видеостречи, общаться. И на замену Google, например, диска, Google документов, ВК, компания ВКонтакте разработала ВК-рабочее пространство. Так называемое ВК-воркспейс. Вот здесь вот тоже, если кликните, перейдете по ссылочке на соответствующее рабочее пространство, облачное. Здесь есть все. Здесь можно завести почту. Здесь есть рабочий диск, где можно создавать текстовые документы, электронные таблицы, презентации и, ну, как говорят, расшаривать, да, то есть предоставлять совместный доступ. То есть, ученикам, родителям, коллегам и так далее. И, конечно же, здесь есть свой мессенджер, есть календарь событий, который можно настраивать, и, соответственно, смсить на телефоне. Так. И, соответственно, контакты и обмен файлами все в одном сервисе. То есть, так называемый ВК-тим. Команда ВК. То есть, тоже можно здесь использовать. Есть все для классной и общей школьной работы. Идем дальше. У кого есть облако mail, то есть, кто зарегистрировал в мейле, это, наверное, 90% аудитории что-то в мейле уже имели, имеют, да. И, соответственно, сервис видеозвонков от Mail.ru. Мы активно тоже его используем. Коуз Mail.ru позволяет проводить встречи, звонки, консультации со студентами до 200 человек. Одновременно подключение данный сервис держит. Но есть один момент. Проблема с записью. То есть, нет автоматической записи сохранения. По крайней мере, этого не было. Да, бесплатно, да, 200 человек, но вот проблема с записью. То есть, как просто поговорить, проконсультировать можно, но если, например, надо записать урок или занятие, то здесь лучше использовать, например, аналог, российский аналог Zoom, это LiveDigitalSpace. Мы активно его используем. Здесь вот специальные вывел тарифы. Мы пользуемся бесплатным тарифом. Здесь бесконечное количество участников, бесконечное время встречи. И мы проводили, мы проводили, соответственно, встречи до, там, свыше тысячи человек. У нас одновременно подключались 1300 студентов. Такие вот курсы мы проводили по трудоустройству наших студентов. из вас был курс «Как трудоустроиться в условиях неопределенности». Не для старших курсов мы делали. Вот. Подключалось огромное количество студентов, и эта платформа держала. Записывать также на компьютер. То есть вы завершаете встречу, и, соответственно, автоматически у вас сохраняется этот файлик на компьютер, в то место, которое вы укажете. Вот, пожалуйста, аналог Zoom. Регистрируйтесь, и можно применять. Если вы хотите какие-то использовать там всевозможные примочки дополнительные, то здесь вот уже как бы идет соответствующий тариф. Но мы обходимся вполне вот бесплатным тарифом. Шагаем дальше. TrueConf сервер. TrueConf сервер здесь тоже необходимо, будем сказать, активно применялся в период пандемии, но здесь бесплатно можно подключиться только до 20 человек. То есть, исключая учителя, то есть учителя и 19 учеников. Дальше. Есть еще тоже Proof.me сервис, такая обучающая платформа. Здесь есть интерактивная доска, но количество досок и количество людей ограничено. То есть 5-7 человек могут подключиться, и, по-моему, три доски либо используются. Это бесплатно тарифе. Но вот именно для консультирования, для каких-то, вот, например, занятий с учащимися, которые находятся на домашнем обучении, в принципе, вполне подойдет. И для консультирования в нерочное время. Дальше. Вот это касательно сервисов. Ну, конечно же, про сервисы Яндекс надо сказать, потому что это, в общем-то, ну, заменитель Google сервисов. И скажу я про Яндекс.360. Что здесь есть? Здесь есть сервис для видео встреч, Телемост называется. Яндекс.Телемост, мы тоже его используем для небольших групп. До 40 человек спокойно данный сервис держат. Дальше. Ну, понятно, что почта, есть диск. На диске, например, у меня вот, если есть еще приложение на телефон установлено, на диск, они дают там 35 гигабайт. То есть, это один из самых таких больших по емкости глобальных флешек, да. Google дает 15 гигабайт, а Яндекс, например, если приложение на диске, Яндекс здесь на телефон установлен, то еще добавляет там 20 гигабайт. То есть, получается 35 гигабайт. Вот, можно приобретать, например, 1 терабайт, у них стоит 200 рублей в месяц. И там, соответственно, коллекция видео, там, хранить, ну, там, образовательные ресурсы, все возможные и так далее. Дальше. Есть календарь, заметки, ну, и, соответственно, документы. Документы также можно создавать. Аналог Word, аналог электронных таблиц Excel и презентации. Соответственно, все это размещать на Яндекс диске и предоставлять можно общий доступ. Вот я вам сделал ссылочку, там, скачать, например, такой документ. Это у меня документ в области, который размещен на Яндекс диске. И, соответственно, можно его там отредактировать, соответственно, то есть, по ссылке, да, зайти, если доступ соответствующий, представленный, полный доступ. Вот. Либо просто ссылку для того, чтобы для его просмотра. Идем дальше. Вот у нас, как раз, документы здесь. Ну, здесь все очень просто. Правую кнопочку нажимаем, предоставляем, значит, берем предоставить доступ и копируем ссылку. Если полный доступ, то, соответственно, мы обычно прописываем электронный адрес и, чтобы человек подтвердил полный доступ, он может редактировать данный документ. Дальше. Яндекс формы. Мы ушли от Google Form, потому что проводим всевозможные опросы и так далее. Перешли к Яндекс формам, потому что, ну, данные хранятся на серверах в России. И обычно мы собираем какие-нибудь заявки на курсы, опрашиваем студентов и так далее с помощью Яндекс форм. Учителям школы можно проводить, сделать тесты. В этих Яндекс форм можно делать тесты. Дальше. Следующий момент. Яндекс трекер. Яндекс трекер это для ведения документа оборота в школе и в постановке, соответственно, отслеживающих задач. То есть, здесь, в общем-то, можно подключиться бесплатно 5 человек, но если, например, вы хотите автоматизировать документы оборота, здесь надо привлечь, конечно, свою информацию к школе, своей школе, и, соответственно, он может настроить документ оборот, распределение задач, отслеживать выполнение этих задач и так далее. То есть, каждому можно персональному учителю, там, завучу и так далее все это делать, но тут уже в зависимости от количества людей, например, 185 рублей стоит один человек. Вот. Мы в рамках, вот мне надеюсь, отдела электронного сопряжения обучения, которое мне подчиняется, они вот работают с Яндекс трекером, там несколько человек, работают три человека, и, соответственно, они как раз все эти задачи, я им ставлю, например, они задачи выполняют, отчистки выполнений. Идем дальше. Ну, конечно, сказать надо про облако mail, mail.ru. Я думаю, что 90% аудитории имеют адреса на mail.ru, да, и, соответственно, там есть тоже облако для работы с документами, текстами, электронными таблицами и презентациями. Идем дальше. Цифровые инструменты для вовлечения учеников. Какие есть. Первая вот такая находка, которую я уже использовал пару лет, это онлайн-тестпад. Конструктор опросов и кроссвордов. Кроме того, здесь можем также создавать уроки. Вот я сейчас попробую включить демонстрацию экрана, переключить на другой браузер. Специально делаю такую заготовочку. Так, вот. Регистрируясь на онлайн-тестпад, заходите, да. Ну, соответственно, вот, например, здесь можно посмотреть обзор своего профиля, фотографию можно поставить и так далее. Можно опрос сделать, можно тест создать, можно кроссворд, можно всевозможные комплексные задания, можно сделать уроки. Я, например, сегодня просто так добра создать системное счисление. Захожу. Здесь даете ссылочку на урок своим ученикам. Дальше. Что еще тут нужно? Ну, настроить начальную страницу, добавить изображение и так далее, чтобы красиво выглядел в формате такой плитки ваш урок. Соответственно, содержание. Содержание очень просто добавляется. То есть, здесь можно добавить, например, заголовок, текст, изображение, PDF-файл, ссылку с YouTube, YouTube, аудиофайл, файл для скачения и так далее. Дальше. Можете добавить задания, которые может выполнить ученик. Соответственно, когда проверяете, здесь будут оставляться результаты, будет статистика. То есть, вы можете такие уроки создавать для детей, которые находятся в домашнем обучении, для домашних заданий, для внеклассных, для дополнительного материала и так далее. Есть еще здесь система SDO, но необходимо, чтобы ваша организация заключила договор с онлайн-тестпадом, чтобы тогда каждый учитель может выбрать свою организацию, школу и, соответственно, использовать систему дистанционного обучения в полном объеме. Ну, вот тесты, например, всевозможные тесты тоже проводили. Например, по курсам повышения квалификации меры предупреждения коррупционных правонарушений. То есть, у нас была такая проблема, что мы проверили очно, рассказали, а надо было как-то проверить. Но чтобы не печатать на бумаге, мы сделали, раздали на телефоны, доступ по ссылке не зашли, все 43 слушатели у нас протестировались. Так, попробую все-таки уроки посмотреть. А, есть еще где-то готовые уроки, вот можете здесь посмотреть. Просто готовые уроки, которые здесь созданы. Может быть, что-то интересное вы тоже для себя здесь найдете. Очень интересная вещь. Обязательно на нее обратите внимание. Так, возвращаясь обратно на презентацию. Следующая это банк тестов для проверки знаний. Есть готовые тесты уже, можете что-то свое разработать. Следующая это JoyTech, конструктор квестов и интеллектуальной игры. Здесь вы можете создать образовательный квест, сделать видео, создать какую-нибудь викторину, поиграть в термины, создать тесты и так далее. Ну, подробно я не буду рассказывать. Так, хотя, наверное, сейчас посмотрю может быть мне открыто. Так, сейчас, минуту. Нет, я не буду подробно об этом говорить, в общем, посмотрите. Следующий это квест-отдел, так называемый, да, то есть конструктор квестов. Конструктор квестов можно под возраст, соответственно, ребенка создать квест для прохождения на телефоне или компьютере или его распечатать. Дальше, следующий момент. Е-треники. Конструктор тренажеров. Ну, как-то год назад я проводил серию там, вебинаров, у меня был такой, такой, вебинар тоже по цифровым инструментам, я активно использовал там как раз в том числе для дошкольников, для воспитателей инструмент Learning Apps, но он зарубежный этот ресурс, в принципе, он открыт, его можно пользоваться, пока нам еще для России его не закрыли, пользоваться можно, но появился российский аналог для треники, который можно вот как раз применить, значит, пока появилось вот порядка пяти всевозможных видов тренажеров, ну, например, первый это так называемый картофант, так интересно называется, то есть отнести подписи из перечня с объектами на карте, дальше кокла это распределить набор слов по каким-то определенным категориям, криптон разгадать слово, морфанки выполнить морфемный разбор группы слов и НЛО там, типа, на ней лишние. Вот, как бы вот пока пять, но, значит, авторы говорят, что создатели дальше этот сервис тоже будет развиваться, тренажеры будут также, вот, количество видов тренажеров тоже будет увеличивать. Удобо тоже конструктор учебных ресурсов здесь, так, сейчас минутку я переключусь на браузер, здесь у меня открыт, я здесь заостряю внимание о презентации курса. То есть, например, для того, чтобы создать видеопрезентацию с записью, можно было раньше там иметь специальную программу, приобретать там, типа, аэспринт и так далее. Здесь вот есть как раз возможность, такой стройный визивик-редактор, где можно создавать вот эти вот как раз презентации в формате курса. очень интересно. Ну и много-много чего здесь можно создавать. Здесь вот есть примеры ресурсов, можно посмотреть, всевозможные тесты, слайдеры изображений, QR-коды там и так далее, эссе. То есть, очень-очень много чего можно здесь сделать. Ну, в принципе, это тоже такой аналог Learning Apps. То есть, количество упражнений здесь всевозможных тоже видов упражнений растет. Тоже обратите на него внимание и возвращаясь сейчас к презентации, следующий момент это ВК-клипы. То есть, где размещать контент. Мы активно размещали контент на YouTube, потом начали размещать на YouTube и так далее, но еще есть такая возможность, как ВК-клипы для создания учебных видеоматериалов. Именно вот здесь можно создавать и размещать видеоматериалы, то есть, записи каких-то уроков, какие-то объяснения и так далее. И, соответственно, вот тоже это внимание обратить. То есть, ВК-клипы это целая экосистема. Фактически, это ВК сейчас уже в какой-то степени обгоняет Яндекс, да, то есть, по именно применению именно вот в образовательной сфере. То есть, они у нас такая целая экосистема взаимодействия. цифровые интерактивные сервисы для организации учебного взаимодействия. Давайте рассмотрим. Облачные сервисы для подготовки презентаций. Здесь они представлены, вот есть соответствующие ссылки. Ну, понятно, что Google презентации, мы можем создавать презентации в Яндексе. есть презентация, где есть, ну, как бы 50 на 50, 50-50, да, то есть, где-то можно бесплатно что-то использовать, например, Mentimeter, да, то есть, там можно задать два вопроса к презентации интерактивной, посмотреть. Бесплатная версия, вот, здесь написано, доступны только два вопроса на презентацию. Вот, это зарубежные сервисы, которые, вот, позволяют создавать. Ну, отлично, я сказал, что это Яндекс, и вот, на сайте удобно, нужно тоже посмотреть. Дальше, для визуализации данных, то есть, если нам, например, мы создали какую-то Google табличку, Яндекс табличку, что-то еще, и надо показать графики, показать диаграммы и так далее. И здесь, конечно же, я рекомендую первое, это использовать Яндекс.Даталенс, то есть, сервис для визуализации данных от Яндекса. То есть, например, вы помещаете в электронную таблицу данные и можете их визуализировать в виде графика, диаграммы и так далее. Аналоги из Google Charts, ну и, соответственно, вот всевозможная тоже зарубежная сервис, которая здесь представлена. Тоже посмотрите, может быть, что-то что-то вам здесь пригодится. Дальше. Очень потребны у педагогов виртуальные доски, интерактивные виртуальные доски. Я пользуюсь джамбурдом и мира. Есть еще здесь ряд таких интересных вещей, как подлет, это виртуальная доска, где можно в формате канбана размещать задания по неделям, по дням и так далее. И, кстати, ну вот, давайте я продемонстрирую сейчас экран. Здесь вот делал заготовки. Первый это Google джамбурд, да, то есть, я, например, занимаюсь своими учениками, я вот рассматриваю задачки ЕГЭ, здесь вот захожу просто, и, соответственно, сюда можно копировать, рисовать, писать, тексты, вот указку можно включать и так далее, ластики есть, все это можно стирать. И самое главное, что есть доступ у ученика, то есть он может тоже писать здесь, я тоже могу видеть, то есть такая вот система взаимодействия. Еще я активно использую Мира, ну, я думаю, что многие из вас слышали про этот сервис, там можно, в бесплатном варианте можно использовать три доски, это зарубежные сервисы, здесь, например, когда, в основном используем для повышения квалификации, вот здесь, я, например, ну, первое, что мы делаем с коллегами, там, или на курсе, вот я являюсь автором курса, методист образовательной программы лайн-курсов от нашего университета, здесь вот мы, например, рассматриваем всякие задачки, то есть планируем, например, как построить программу, то есть логику программы, какие-то планируем отдельные здесь совместные работы по разработке отдельной схемы урока, занятия какого-то, да, то есть ссылками, то есть можно переходить, например, по соответствующим местам, это доступ давать, соответственно, доскам можно учащимся, вот, конечно же, есть здесь и для дошкольников, то есть мы тоже так же, сейчас не найду, с дошкольниками, с воспитателями дошкольников, дошкольников и вызывательных организаций, мы здесь делаем всевозможные такие вот игровые квесты, где можно играть, то есть создаем игры, то есть сервис довольно-таки такой продвинутый, его я рекомендую тоже использовать, ну и, конечно, здесь я привожу, не буду подробно вам говорить, потому что просто обо всем невозможно в рамках моего бинара рассказать, мастер-класс по применению мира и джамборда, здесь вот у меня есть ссылочка, можете скачать и, соответственно, его посмотреть, как его можно использовать на занятиях. Дальше. Ну, соответственно, отечественные онлайн-сервисы в формате интерактивных виртуальных досок. Здесь, например, у нас есть сервис S-Board, наши отечественные, то есть российские сервисы, GetLocus и Proof.me. Начну, наверное, с GetLocus. Здесь, в общем-то, дается три доски, три пространства и до семи участников в одном пространстве. То есть GetLocus можно использовать для работы в микрогруппах и для учеников, которые находятся на домашнем обучении, например, да, то есть или там кто занимается репетиторством. То есть это бесплатно. Три пространства до семи учеников. Сто мегабайт для хранения данных. Интерактивная доска. Дальше. Proof.me. Здесь бесплатно специальный тариф вывел. Это вебинары, два спикера, пять участников могут быть. Два спикера одновременно. И, конечно же, доска S-Board. Отечественная разработка. Такая, как мира, аналог мира, получается, такая бесконечная доска, можно двигаться по горизонтали и так далее. Но самое главное, что здесь есть, это можно создавать умные карты. Потому что я, к сожалению, не нашел аналога так называемых умных карт. отечественного, да. Но вот единственное, где это есть, это на S-Board. Что такое умные карты, сейчас мы рассмотрим. Дальше. И наша тоже отечественная разработка, это виртуальные миры V-Academy. Здесь тоже есть интерактивная доска, есть удаленный рабочий стол, есть возможность создания презентации и прочее. Но самое главное, здесь, кто, например, интересуется VR-вир технологиями, здесь можно создавать виртуальные миры. Поэтому обратите, внимание на этот сравнительно молодой сервис, который недавно появился. И, в общем-то, это крутой цифровой сервис, который, в принципе, уже, можно, как говорится, там все включено и можно использовать. Дальше. Вот теперь про ментальные карты. Ментальные карты обычно позволяют разложить все по полочкам. Или их называют еще умные карты по-разному, да, ментальные, умные карты. И раскладываясь по полочкам, можно давать опорные конспекты ученикам. И здесь есть зарубежный сервис mintmister.com. Вот он. Здесь можно что делать? Планировать проект, управлять совещанием, делать мозговые штурмы и так далее. И, вот, кстати, одна из таких ментальных карт для учителя. Какие у него есть обязанности, что вообще, какую функционалу выполнять и так далее. вот такая вот карта представлена, да. И самое интересное, что есть сайт такой pinterest.ru, сайт с готовыми ментальными картами. То есть, если что-то для урока, например, можете использовать, вы можете это применить. Еще одна из таких ментальных карт зарубежных это Google It. Вот. И для нее есть тоже brpinterest.com шаблон ментальных карт именно для вот этого сервиса. Например, как раскладывается там, ну, не знаю, структура цветка, например, да, то есть, из чего это стоит, какие элементы и так далее. Единственное, где я это нашел, вот сейчас у нас в отечественных сервисах есть это в S-Board. В S-Board, то есть, можно создавать ментальные карты. Ну, хороший такой, крутой ресурс. Интерактивно-временные оси. Тоже здесь представлен сервис. Самое популярное среди педагогов это timeline.js. То есть, на основе Google-таблицы можно, ставим Google-таблицу по времени, да, то есть, какие-то события прописаны в каждой дате. Потом эту Google-таблицу связываем в этом сервисе с timeline.js и получаем какую-нибудь вот временную ось, например, эволюции электронной осуществительной техники, то есть, для учеников, например, они тут передвигаются, значит, хоп, смотрят дату, картинка выводится, соответственно, можно видеофайл какой-то прикрепить и так далее. Вот. Ну, и аналоги этого TimeMapper, TimeTest и Precedent. Precedent. Прецедент. Но российских аналогов я пока не нашел по имененным осям, вот сколько я не копался, пока нет. Но это работает. То есть, пока нам доступ по IP-адресам не закрыли, в принципе, если закроют, ну, нужно использовать IPN, наверное, то, ну, в принципе, работает. Идем дальше. Программы для создания скринкастов. Бесплатные это Fast and Capture. Ну, то есть, скринкаст, когда, например, нам нужно записать какой-то видеофрагмент срочный, показать что-то на экране и так далее, компьютера. И, соответственно, здесь есть две программы. Я, например, использую iSpring FreeCam, то есть, его можно скачать, бесплатная программа, поставить на компьютер и я, например, записываю с экрана все действия. То есть, показываю на презентации, рисую, рассказываю там и так далее. Все это записывается, сохраняется. То есть, такой краткий обучающий видеоролик. То есть, вот я рекомендую больше всего вот это использовать. Он реально работающий. Fast and Capture мы тоже применяли, но в последнее время там у них пошли ограничения по использованию бесплатной версии. Но, в основном, вот это вот. В старых версиях там еще работает бесплатный тариф, а в более уже не работает. И следующий момент. Мы подошли к третьему вопросу. Мы уже часто сегодня занимаемся, да? Ну, буквально еще 5 минут терпения. Это отечественные платформы массовых онлайн-курсов. Именно российские платформы, которые, где размещены массовые открытые онлайн-курсы. Что это значит? Что это можно заходить и бесплатно изучать, ну, там, пополнять свой багаж знаний, расти в чем-то. Потому что мы педагоги, мы все время должны повышать свой уровень квалификации. Здесь вот все есть ссылки. В моей презентации прощелкаете эти ссылочки, откроете, да, получается, просмотрите. вот платформы здесь представлены. Я чем пользуюсь лично? Я пользуюсь первое это интуитом. Вот платформа интуит, она очень, так скажем, уже, ну, давнишняя, что ли, да, платформа. И, в принципе, вот для самообразования, например, в области IT, мы там, моделируемый бизнес-процесс и так далее, я тоже иногда ее изучаю. Потому что, понятно, что сейчас появились целые отрасли направления по цифровизации, по информатизации. Когда мы учились там в 90-х годах, в вузах, там много чего и не было вообще. Поэтому постоянно приходится что-то изучать. Вот. Поэтому здесь интуит. Что еще использую? Использую Stepik. Stepik. Очень неплохая платформа Lektorium тоже. Ну и, конечно же, вот есть тоже платформа образования, где тоже наш университет представлен тремя онлайн-курсами бесплатными, которые мы разрабатывали в рамках грантовой поддержки. Дальше. Еще рекомендую вам также появился и развивается, где я, кстати, тоже один из экспертов являюсь, федеральным порталом цифровообразовательных средств дополнительного образования. Здесь, в общем-то, собраны программы по педагогике, там, повышение квалификации, перед подготовки, именно педагогические, которые прошли экспертизу и, соответственно, вот размещены на этом цифровообразовательном портале. Дальше. Конечно же, сервис UniverTV. То есть, это больше для нас. То есть, что-то посмотреть, особенно если кто-то учится в магистратуре, там, в аспирантуре и так далее. То есть, какие-то знания прокачать в формате таких золотых лекций известных профессоров. Ну и, наверное, все на этом. Ну, еще у меня есть такая программа цифрового педагога, вернее, группа в Telegram. Telegram-группа цифрового педагога. Присоединяйтесь. Я иногда выкладываю там какие-то матер-классы, интересные скринкасты. Соответственно, рассказываю о программах профессиональной подготовки и повышения квалификации, в том числе бесплатных в рамках федеральных проектов. Можете, чтобы, ну, быть постоянно на связи, заходите в эту группу. Какие-то интересные вещи, когда появляются какие-то бесплатные клюшки там в формате переподготовок, онлайн-курсов и так далее, то, соответственно, значит, заходите и, в общем-то, будете иметь информацию. То есть я такую информацию размещаю. Так, ну, вроде бы все, я завершил. Так, какие-то вопросы есть, да? Давайте посмотрим. Так. Да, презентацию можно будет скачать. На вопрос, скажите о записи вебинара. Запись вебинара ведется. Так, ну, вроде бы все, вопросы все. Теперь давайте по чату пробежимся. Я, конечно, там не все были какие-то вопросы, не все, не на все успел реагировать. Так. Сейчас, минуту. для дополнительного образования. Светлана Малевич спрашивает. Ну, к сожалению, я не посмотрел по дополнительному образованию. На будущее я себе запишу. Обязательно значит, по дополнительному образованию тоже. Ну, именно имеется в виду вопрос по дополнительному образованию детей, да? Так. Примет АБЖ под видеоурок. Прекрасно. Людмила Порошина. Так, это было. Галина Мяснякова пишет, что регистрация на полисе наставит время приостановлено. Ну, давайте подождем, потому что, в принципе, они открывали доступ. Коллега Анатолий Бельчусов. Приветствую. Приветствую. Сергей Вячеславович, видела я вопрос. Так, сейчас скажу. Галина Макотрова. Давайте я вам помогу. Галина Макотрова, и прошу прощения, если неправильно, фамилию прочитала. Сергей Вячеславович сейчас в приоритете интерактивное командное взаимодействие в обучении. На каких платформах возможна командная работа? Это принципиальный вопрос для обучения. Галина Васильевна спрашивает. На платформах командная работа, да? Платформу ВК можно использовать, МИРа тоже сам можно использовать, интерактивную доску. Ну, говорят, что для таких задач. То есть МИРа тоже можно, то есть делить эту доску на соответствующие, для соответствующих команд. Так. А, еще был вопрос. Первый можно посмотреть. От Сергея Смирнова. А как вам сейчас удается использовать канва? Канву я не использую вообще сейчас, на самом деле. То есть, там у меня ребята используют какой-то российский аналог, я, к сожалению, сейчас не могу сказать, но на счету российской появилась канвы. так. Ну, к сожалению, сейчас не вспомню. То есть ребята используют именно по... Если можно, минутку рекламы, коллеги, по поводу инструментов, вот что можно использовать вместо канва, что еще для проектной работы. По инструментам можно посмотреть, если Сергей Вячеславович не будет против, есть группа и КТ-мастерилки для педагогов и библиотекарей в ВКонтакте. Сейчас в конце попробую, может быть, ссылку скинуть. Вот там очень много обзоров инструментов. Марина Орешко как раз делает, у нее в понедельник будет вебинар. Вот она конкретно по инструментам очень много дает и много рассказывает об аналогах. То есть, чем можно заменить то, что у нас исчезло. Поэтому посмотрите либо записи вебинаров Марина Орешко, либо вот в группе там можно ей вопросы создавать. Сергей Вячеславович, тоже берите на вооружение коллегу. Был еще вопрос от Ирины Мальщуковой. Огромное спасибо за структурированный материал, который очень нужен для наших педагогов. Можно ли вашу презентацию выложить для учителей школы? Сергей Вячеславович, можно и на каких условиях? Да, подать, конечно. Подать. Коллеги, только со ссылкой, с упоминанием, откуда взяли, только не убирайте наши фамилии из их презентации. Титуды листные меняйте, пожалуйста. И все остальное можно. Наталья Дубинкина спрашивает, Learning Apps, как вы оцениваете? Ну, хорошо оцениваю, мы его использовали как конструктора для наших занятий на курсы повышения квалификации по ИКТ и так далее. Ага, спасибо. Вроде сервис работает. Я его недавно заходил, тестил и тогда все окей. А, вот пишет Галина Мяснякова. Флайви и Супа аналоги канала. Возможно ли проведение уроков в Мира? По-моему, да. Да, конечно. Не ошибаюсь, да. Можно? Все, все можно, коллеги. Так, вроде больше пока вопросов не вижу. Все, вроде все успели поймать. Ну и последний такой Людмила Семельникова пишет, очень хорошие вебинары и спикеры создали отличную рабочую атмосферу. Большое спасибо, Людмила, большое спасибо Сергею Вячеславовичу за рабочую атмосферу. Пожалуйста. Так, в папке в папке сейчас посмотрим. Так, так, так. Про сертификаты. Вот еще сейчас посмотрим, что у нас здесь из вопросов осталось. Екатерина Туманова спрашивает, скажите, можем ли мы на официальных сайтах ООО эти ссылки разместить? Какие ссылки, я не знаю, но, видимо, которые вы давали, что ли? Если наши директ-академии, то можно, если те, которыми делился Сергей Вячеславович, это вопрос к нему, можно ли? Наверное, можно. Ну да, можно разместить, я думаю. Наталья Лебедева еще спрашивала, платформы для детских школ искусств, музыкальных школ, художественных школ, есть ли что-то? Для музыкальных школ. А с лобой все тем же самым можно пользоваться. Так, ну, те же самые ресурсы, которые для дошкольных Кру, например, я приводил, в принципе, там есть тоже очень много именно музыкальных занятий. Вот, для художественных не смотрел, но на будущее себе запишу, чтобы посмотреть для доп. образования и художественных, и соответственно. Еще один вебинар проведем уже по дополнению. А вот Екатерина Туманова уточнила, ссылки ресурсов нам разрешают только безопасные ссылки размещать. Ну, это, наверное, проверять нужно. Ну, да, требуем безопасности, конечно, но здесь в любом случае вы можете уже внутри все это разместить, как бы на своих ресурсах и так далее. Небезай, все это выкладывать на официальных сайтах, в общем-то. То есть, на своих внутренних ресурсах распространять, пожалуйста, это никак ничего не возбраняется, не ограничивается. С безопасниками, да, смотрите, потому что там у нас вот все запрещают, там, как бы личную информацию, все это тщательно проверяется, поэтому очень будьте внимательны. Да, но это каждый раз надо все-таки смотреть отдельно. Это будет сами со своей администрацией решать вопрос, да, но лучше, конечно, все это распространять и по соответствующим лучшим внутренним каналам, как говорится. Галина Марк, которого спрашивают, командное взаимодействие. Не знаю, такие. Но опять-таки это только в платных тарифах, если идет, конечно же, потому что там вот та же S-Bort, например, и прочие платформы, они имеют ограниченное применение. Даже тот же LiveDigital, по-моему, только в платной версии там можно делить на соответствующие комнаты и так далее. Поэтому здесь все зависит от финансовых возможностей. Опять-таки, мы сервисы говорили, есть и бесплатный вариант, и платный. То есть здесь надо смотреть. Так, ну что, коллеги, вроде бы все с вопросами по всем прошлись. Сергей Вячеславович, благодарим вас за участие в сегодняшнем вебинаре. И, наверное, коллеги, тогда отпускаем, если что, вопросы, вот есть группа, контакты Сергея Вячеславовича оставил, забирайте, тогда можно будет уже напрямую с ним связаться и что-то уточнить, наверное, так, да, Сергей Вячеславович? Да, конечно. Коллеги, спасибо большое за внимание, очень рад встрече. Ну что ж, всего доброго. Всего-всего доброго.